В прошлый раз мы с вами старались со световой карточкой, что кларокласс получает в результате световой карточки. Во-первых, запасает водород на переносе. Во-вторых, запасает энергию в форме отрывчатки. И еще? И еще третье, на самом деле, является побочным результатом. Выбрасывает кислород от воды. Да, выделяет кислород во внешний свет. Совершенно верно. Вот такие результаты имеет световая карточка. И сейчас мы начинаем с вами возиться с исключительно кучерявым процессом системы реакции темновой фазы. Уравнениями я вас мучить не буду. Это совершенно бессмысленно. Уравнения там очень сложные и тяжелые. И главное, у нас задача другая, разобраться в сути, в принципе. Какой ученый первым разобрался с порядком событий темновой фазы? Это имена титанов, надо знать, цифру капельных. Вот по мере нашего разбора вы видите, почему эти реакции называются цифром. Они замкнуты в колесо, замкнуты по кругу. Глюкоза в какой форме будет находиться? В цикл форме или в линейной форме? В каком случае глюкоза, да, прошу? В один цикл форме, если будет, то в линейной форме. Конечно. Но, ребят, понятно, что глюкоза в клетке всегда расходит. То есть никакой линейной глюкозы в клетке на самом деле нет. Только цикл глюкозы. Но мы для простоты будем вытягивать, что она линейная. Поскольку мы реакцию с вами выписывать не будем, а будем выписывать схему процесса, нам надо подойти. Напоминаю, линейная форма глюкозы. Мы это много-много раз с вами уже делали. Писать не обязательно, совершенно абсолютно не обязательно. И вот теперь, какой схемой мы будем пользоваться? Уже говоря о дискуссиональном дыхании, мы примерно такие схемы делали. Просто столбик, состоящий из шести квадратиков. В каждом квадратике сколько углеродов? Один углерод. То есть условно мы считаем, что вот это изображение молекулы глюкозы и каждый квадратик соответствует одной углеродсодержащей группировки. Согласен? Отлично. Для того, чтобы изобразить цикл камена, придется нарисовать три такие столбика. Раз, столбик. Два. В глюкозе шесть углеродов. А на ходе цикл камена не шестиуглеродный, а пятиуглеродный сахар. Пять углеродных. И вот это название может быть имеет смысл за то. Называется рибулоза-бипосфар. Рибулоза-бипосфар. То есть там цикл называется рибулоза. Да? Почему бипосфар? А потому что вот сюда присоединен остаток еще раз. Отдает здесь свое время к работе. Так? И здесь уже висит посфарный остаток. И вот здесь висит посфарный остаток. В результате с каждой рибулозой сколько посфар соединено? Два. Не простая рибулоза, а рибулоза-бипосфар. Ну и здесь ровно так же сокращенное название отрусатора РБФ. Рибулоза-бипосфар. Все слабо. Так вот, есть такой фермент в каждой растительной корректе, которая умеет присоединять молекулу углеродного газа к рибулозу-бипосфар. Поскольку углекислый газ это не органическая молекула, давайте нарисуем его другим цветом. Вот молекулу углекислого газа. Вот. И вот. Молекула углекислого газа углерод содержит? Да, содержит. То есть она будет соответствовать одному квадратику одной группировки, содержащей углерод. И есть экспермент, который пришивает СО2 к РБФ. Вот сюда. Сколько углеродный продукт должен образоваться? С каким количеством углеродов? С 6-ю углеродный продукт. Верно. И вот с этим продуктом более-болькое. Дело в том, что он неизвестен. В чем дело? Он страшно гордкоживущий. То есть он образуется, молекула его хуже разваливается. Сразу. Но все-таки мы его нарисуем. Сейчас вы видите зачем. Образовались в ходе реакции 6-ю углеродная молекула. При этом, давайте-ка мы отметим положение каждого углерода, который пришел из неогазники. Понятно, что вот эта вот синенькая деталька это тот та углеродная группировка, которая пришла из неогазники из присоединенного СО2. Пока все могут это дело представить. Как я уже сказал, соединение это крайне неустойчивое, поэтому тут же лопается на две половинки. И вот эти результаты распады известны отлично. После того, как каждая такая молеку лопнула, оржевца она попала, две половинки одинаковые. Соответственно, сколько углеродная будет каждая половинка? Трехуглеродная. Трехуглеродная. Ладно. И сколько у нас их на происходило? Сколько шуток? Всего. Шесть. Трехуглеродных партненков. Ура. Смотри. Теперь скажите, пожалуйста, а в каждом ли из этих партненков есть углероды, полученные из неорганинка? Нет. Понятно, что не в каждом ли через один? Нет. Вот это понятно? Да. Хорошо. И это соединение хорошо известно. Называется оно фосфоглицериновая кислота. Фосфоглицериновая кислота. Или ФГК. ФГК. Ну, почему фосфоглицериновая это понятно? Вот здесь вот что висит в каждом лице? Фосфат. Ага. Фосфат на руку. А вот теперь забываем пока про фосфатик. Хорошее упражнение. А ну-ка попробуйте, пользуясь вашим записьюмом, изобразить фосфоглицериновую форму вещества, которое называется глицериновая кислота. Что такое глицерин? Мы с вами говорили неоднократно, как он устроен. Задачка на основе глицерина сделать кислот. Для этого надо вспомнить, какую группировку надо прибавить, чтобы молекула приобрела кислотные свойства. Боже. Кислотные свойства в органике связаны с какой группировкой? С-вы. Ну-ка, открывайте ваше раздел обоаминно-кислотный. И смотрите, перед пожаром. Там эта группировка и в том и другом округе. Аминогруппа. Нет. У аминогруппа какие свойства? Аминогруппа? Карбоксильная Карбоксильная группа. У карбоксильная ярко выраженная кислотная свойства, а у аминогруппа прям противоположная основная свойства. Хорошо. Ну и давайте способ глицерина. Вот глицерин вот слабо прибьется. Что бы надо сделать с майоковой глицеролом? Ага. Глупоэльный здоровый? Глупоэльный на водород не бывает. Отлично. Только это не глицерин. Ваше соединение четырехуглеродное. А глицерин сколько углеродного? Глицерол. А что вы хотите при разговоре о жирах, о фосфлепидах мы выписывали кислотную форму глицерола и общую форму кислотные свойства при какой группе приобретаются? Прикарбоксилы. В этом арея у меня карбоксила. О! Ура! Сначала нарисуйте глицерол, а потом покажите что вы с ним делаете. Вот глицерол. Да, перестарол. Ладно. Так. Что у вас появился углерод? Такое бывает? Пусти, Валер? Можно стоять? Можно стоять? Подождите, подождите. Володя, а если бы бегать туда обратно, а подумайте, что его дошли. Мы же привесили на углерод две новые группировки. Что со старыми участниками делать? Ну, давай. Еще раз. И? И? О, другое другое. Другое другое. другое. Аж выделили. Аж выделили. А что поставили? О. Дальше убрали. Получилось виление водорода, и мы с него поставили два водорода. Примерно два. Хорошо. И? в космосе глицеринной кислоты вместо одного суздорода состоит подсознание. Суть отнимения. Отличная. В результате обратите внимание, мы получили шесть молекул органической кислоты. А нужна глицеринная кислота а сахар. А вот теперь давайте смотрим. Еще раз как доказывается. Может кто-нибудь догадается, что надо сделать, чтобы из этой молекулы включиться у вас же есть общая формула сахара? Так, чтобы я не тонну сахаром, естественно. Может будет кислород? Все. Если я уберу вот этот кислород, во что превратится кислота? Сахар. Самый простой сахар на свете, триозный. Но задача на самом деле не тревиальная. Этот кислород сидит в молекуле очень прочь. Как можно выдрать кислород из молекулы? Добавить одну молекулу H, получается 2H, 2H уходит и еще 2H привезут. Именно так. Вот теперь понятно, зачем запасали водород в световой базе. Восстанавливать этот кислород. Весь водород из световой базы используется именно для этой реакции. Переносчики притаскивают водород. Водород связывается с вот этим кислородом. В результате выделяется молекул воды. И фосфоглицериновая кислота превращается в самый простой сахар на свете. Триоза. Но в данном случае будет триоза фосфат. Висит фосфат на группировке. Но дело в том, что эта реакция эндотермична. То есть пойдет она только при затратила энергия. А энергия у нас есть? Мы запасли. Мы запасли АДФ. Для этого и запасли. Но надо сказать, что на эту реакцию тратится половина запасенного АДФ. Вторая половина у нас остается. На реакцию превращения РДК ТФ в трех запасов. Тратится весь водород запасенный на световой ПЭЗе и половина массы АДФ. Выделяться будет вода. То есть наши растения выделяют воду. А как же? Как видите, при тасителе вода не только потребляется, но и выделяется. Так. в результате получили простые трехуглеродные сахары. А вот теперь совершенно неожиданная вещь произойдет. Он соединяется пока? Да, не тянет. Ну и давайте вот эти углероды, которые примкнули из углекислого газа продолжаем выделять синие. А дальше что? Произойдет следующая вещь. Скажите, в начале процесса в этих вот во всех изображенных на схеме молекулах в первой поломке вот в этой сколько углеродов было в органике? Посчитайте. Сколько углеродов вот здесь в органике? 15. 15. Согласны? Хорошо. В конце процесса сколько углеродов в органике? 18. То есть одну трехуглеродную молекулу можно считать лишь. Согласились? Здесь было 15 углеродов в органике, а здесь 18. И вот эта лишняя молекула будет. Сколько остается углеродов вот у этой кубки? 15. 15. 15 углеродов как распределены 5 раз в поле. Согласны? Нет. А после этого начинается целая серия реакций, которые будут переставлены эти углероды. Переставлены местами. Так, я не ту нояку вывел, извините, уходит вот это. А эти будут участвовать вот три. Почему важно? Три фосфатной группы остаются. Здесь у этих участников три фосфатной группы. В результате здесь у нас осталось 15 углеродов, которые распределены в пять молекул в поле. А здесь начинается растонуть. Они объединяются, потом разъединяются, потом еще раз объединяются. В результате из композиции пять раз в поле возникает такая композиция три раза по пять. разъединяются, то есть на самом деле это вот эти углероды, вот эти группировки просто растосованные места. Так? Ну и зачем весь этот кошмар происходил? Тем более, что вот этот процесс возврата с начала, он тоже наберем на него уходит вторая половина заболеванного модели. И что мы получили? Одну единственную лишнюю молекулу триорскостад. Первый раз этот процесс пройдет, вот так же, что мы получили? Еще одну лишнюю молекулу триорскостад. Взяли, соединили друг с другом, что мы получили? Одну шестер, а кто такой шестер. Какой молекул? Три плюс три. Сколько вы делали? Глюкозный. Вот теперь мы получили глюкозу. Вот это та глюкоза, которая говорит, что она возникает в результате фотосинтона. Вот она. Для того, чтобы получить одну такую молекулу, вся эта сеть должна совершить два оборота. А какие афотнические реакции происходят, когда соединяются первичные оборота? Володь, это абсолютно известно. Здесь моя задачка другая, понять общий принцип. А общий принцип заключается в следующем. Скажите, пожалуйста, можно ли считать эту молекулу глюкозы заново синтезированной? Нет. Скажите, пожалуйста, какие атомы, в которых она составлена до этого процесса, были в составе органики глюкоза? не рождаются. Так, глюкоз, который получается фотосинтезе, которая потом, извиняюсь, не был кежево и природы, да? Да, 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 да. А муроку? Да, да. А вот они какого-то растения получают, я бы сказал, когда это происходит. Вашенька, энергию растения получают на каком этапе и в какой форме? Ага, это праздник. Плохой ответ. Если вы присутствовали на прошлом занятии, то можно поделить на два этапа. Темновая и световая фаза. Вопрос, на какой фазе растение получило энергию света и для чего его использовало? Для темного зрения. Конкретнее, для чего? Для темного Плохой ответ. Для этой праздничной в какой форме губа ответа. Энергия света используется для синтеза АТ, световой фазе, и для выделения водорода. Водород нужен для восстановления кислоты до сахара, для того, чтобы убрать лишнее кислорода. А АТ нужен как источник энергии вода и реакции. Потому что без отрата энергии эти реакции тоже не пойдет. То есть получается она выбирает только глюкозу. Только глюкозу. Только глюкозу. Классический фотосинтез в качестве результата, прямого результата имеет синтез сахара точка. Потому что выброс кислорода это побочный результат, а не прямой. Энергия какой-то она не себе оставляет? А как рождение будет в результате фотосинтеза, получать энергию. Расчепляй глюкозу. Расчепляй глюкозу где? Где нужно? В металл кондрии. Что при этом растение получит? На каждую малекуну глюкозу. По 38 отдаю 6. Понятно? То есть на самом деле прямой результат это с блюкозу. А ее дальше можно использовать либо как топливо скидывая и получая АТР либо как стройматикел для построения другой организации. А вот что на АТР вообще тратит? Одна, вторая АТР подрачная жизнь. А сколько вам зарабатывать АТР? Все зависит от того какую площадь приставить. Это вопрос у вас пришел суть. Одна молекула это нисколько. А дальше будет мы с вами проходили упрощенно с тем я бы не давал понятия о фотосистеме. Вообще то этот процесс может идти двумя разными путями циклическая и нециклическая фотосистема. Но это в самую простую схему посмотрели. Ваши количественные вопросы решены смыслом. Прозволь вопрос растения выигрывает АТР или проигрывает АТР? В ходе этого растения? И выгодно наоборот его запасить. Скажите пожалуйста если вы одну вторую сложите с одной второй что получится? С одной пять. Что получится? Одну две 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 сколько? Дведи десять. Хорошо я напишу иначе не одно вторую если вам так подходит еще пятьдесят процентов пятьдесят процентов от того АТС который синтезирован световой хватит а здесь 100% АТС синтезирован световой хватит вопрос сами ответить на свой вопрос выигрывает или проигрывает растение процентов сто процентов работа днем распрод сколько она днем еще заработала еще раз уточнить тогда свой вопрос если вы имеете ввиду всю жизнь процесс покатинка вопрос выигрывает или проигрывает растения массе ответ при процессе ничего не меняется вася вот это 50 процентов от чего темного без световой фазы не может пойти половина масса от этого которая в световой фазе не то что накоплены там всем растением когда-то выгонена царь и коров а то что накоплено по ходу световой фазе половина опять расходуется здесь вторая половина расходуется здесь сколько его было синтезировано в световой фазе ровно столько будет потрачено темно вопрос повлияет ли это как-то на общее количество вот теперь вот так